Суд приговорил признать Подоляк Наталью Михайловну виновной в совершении преступления. Браво, папка, ты! Навалился! Навалился просто! Громкими аплодисментами сегодня провожают у зала суда потерпевшего, полицейского Дмитрия Данилова. Он добился своего. Суд признал виновной, общественницу Наталью Подоляк. Почти год назад, 5 мая, на несанкционированном митинге «Он нам не царь», Подоляк задела его ногой. Вот это видео. На кадрах видно, как Подоляк подходит к полицейскому сзади, в руках у нее собачка. В какой-то момент общественница задевает Данилова ногой. По ее словам, так она хотела привлечь внимание полицейского, чтобы он помог поднять человека. Сейчас дешевле, что-то невообразимое, боевое, а вот этот вот мужчина заболевает. Зачем женщину бьет? Подоляк арестовали. Тогда на митинге «Он нам не царь», который проводили накануне инаугурации Путина, задержали 45 человек, в том числе и бывшего журналиста Владимира Перекоти. Его тоже судили за участие в несанкционированной акции. Ему дали 30 часов исправительных работ. Сейчас он обжалует решение. Этот митинг запомнится многим и, наверное, войдет в историю. Это были самые массовые задержания в Красноярске. Акция не была согласована. Организаторы пытались получить разрешение, но им отказали. Мэрия сослалась на то, что все площадки заняты мероприятиями «Единой России». Но людей это не остановило. На Красную площадь вышли несколько сотен человек. Путин нам не царь! Путин нам не царь! Всех задержанных отпустили в тот же день, в том числе и Наталью Подоляк. А через три дня полицейский Данилов обратился в больницу. Пинок общественницы якобы причинил ему физическую боль. Побоев медики не зафиксировали, зато это зафиксировали видеокамеры и свидетели. Данилов пошел в суд. Почти за год шесть заседаний. И чего там только не было. Группа поддержки Подоляк собирала деньги якобы на лечение Данилову. «Положите, чем можете, мальчонки-димонки! Каждый день он на улицы города выходит! Каждый день службу несет!» Собрали тогда 141 рубль. А однажды на заседании даже пришлось рассматривать книги по анатомии, чтобы понять, куда же Подоляк ударила полицейского. А Олень дали пятую точку. Сам полицейский Данилов на всех судебных заседаниях вел себя крайне спокойно. Сидел молча, лишь иногда произносил «Протестую». Комментарий прессе не давал и сегодня, после того, как суд выиграл, тоже разговаривать не захотел. «Секрет пресс-службы МВД. Это их работа». «А вы удовлетворены приговором сами?» «Я вам все сказал». «А почему вы не хотите общаться?» «Я вам все сказал». Зато Подоляк, наоборот, на всех заседаниях активно общалась с судом. Приводила свидетелей, находила новые фотографии и видеокар доказательства. Хотя, говорит, с самого начала была уверена, ее не оправдают. Так и случилось. Сегодня суд признал Подоляк виновной. Ее приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Еще 20 она должна заплатить самому Данилову за моральный вред. «В этом процессе участвует полиция, следственный комитет, прокуратура. Если меня оправдывают, соответственно, этих ребят нужно за донос, за уже свидетельствами, за некомпетентную работу наказывать. Ну, вы сами понимаете, какой суд на это пойдет. Поддала-то ему в чистом виде поджопник. А судили меня в итоге все равно за голень, куда я не касалась в принципе». Подоляк с приговором не согласна и будет подавать апелляцию. Говорит, хочет, чтобы ее наказали именно за то, что она совершила. И чтобы показать всю абсурдность ситуации, будет требовать изменить место удара. Признается, ее не волнуют, что в конечном счете она может получить наказание даже больше, чем сейчас. Софья Питеркина, Владимир Антонов. Новости ТВК.